Сессия началась с заминки. Заверенной копии экспертного заключения Департамента экономического развития, которое поступило в Заксобрание 6 июня в 15.30, депутаты ознакомиться не успели. Экспертное заключение поступило тогда, когда заседание комиссии уже было завершено. Я считаю, что правительство должно представить все документы, которые требуются действующим законам, и необходимо, чтобы комиссия их рассмотрела, прежде чем мы приступили к рассмотрению данного законопроекта. Председатель парламента Екатерина Алтабаева настояла на получасовом перерыве для рассмотрения документа. Это вызвало недовольство некоторых депутатов. Екатерина Борисовна, я прошу по этому вопросу. У нас бюджетная комиссия, я посчитала, заседала пять раз. Мы все время рассматривали один и тот же вопрос, и сейчас мы шестой раз собираемся для того, чтобы еще что-то рассмотреть. Мы сегодня, вместо того, чтобы слушать ответы президента, когда к нему обращаются жители всей страны, мы с вами собрали в ней очередную сессию, и в очередной раз узнаем, что у нас шоу, у нас нет какого-то документа. В этом нет вины законодательного собрания. Человек мог позвонить и уточнить, Екатерина Борисовна, понимаете? Екатерина все время в коммуникации находится, я так полагаю. Какая-то неналаженная. Пять раз, за пять раз в бюджетной комиссии человек не наладил коммуникацию. Давайте мы сейчас дадим возможность все-таки познакомиться с этим документом. После ознакомления с документом бюджетная комиссия вынесла единогласное решение о принятии данного законопроекта в первом чтении. Причина повторного рассмотрения закона – ряд противоречий в действующей версии, которые уже привели к затруднению его применения. Необходимо устранить препятствия, которые содержатся в нашем законе и постараться максимально унифицировать процедуру и условия для как жителей Республики Крым, так и города Севастополя. Соответственно, правительством Севастополя был разработан данный законопроект, который по сути не меняет основные положения 371-го закона. Основные жалобы граждан – обязательная подача заявления в фонд защиты вкладчиков по списанию или частичному списанию задолженности от третьего лица. Чтобы исключить такие сложности, правительство настаивает на принятии законопроекта сразу в двух чтениях. Однако у правового управления Заксобрания был ряд замечаний лингвистического и технического характера. Давайте начнем работать. Мы должны сформировать некую практику, которая подскажет нам дальнейшие шаги и внесение изменений в тот закон, который будет действовать. Но он должен начать действовать. Какой бы он ни был хороший, сколько бы раз мы его сейчас не вылизывали, но пока он не начнет работать, ни я как исполнитель, ни вы как законодатель, сталкивающийся каждый день с гражданами на своих депутатских приемах, не получим объективную картину, в чем он хорош, в чем он плох, в чем он требует совершенствования. После принятия законопроекта в первом чтении возник следующий вопрос – голосовать за поправки или за принятие во втором чтении. Общаясь с людьми, те поправки, которые там шестая статья, она для реструктуризации долгов более 5 миллионов рублей, например, с теми людьми, которыми я контактирую, таких людей нет. То есть в основном это были квартиры, ипотечные квартиры, ценой до 300-400 тысяч гривен, это до 1 миллиона рублей. Итог заседания. 19 депутатов за принятие закона во втором чтении. Один воздержался. Принятие законопроекта сразу в двух чтениях позволит в кратчайшие сроки начать с писания задолженности перед украинскими банками и снятие залогов и иных обременений с имущества севастопольцев. К сожалению, для достижения этого результата потребовалось вновь созыв губернатором внеочередного пленарного заседания. Закон о списании долгов для севастопольцев в украинских банках принят в двух чтениях в первоначальной редакции правительства. Дальше будут смотреть на практику применения. И если возникнет необходимость корректировок, парламент примет соответствующее решение. Светлана Федодеева, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.